Митрополит Андриан Старообрядческого престола, поездка первосвятителя по приходам Сибири, от Томской тайги до Тихого океана. Безграничны сибирские просторы, Алтай и Кузбасс, Енисей и Байкал. И везде встречи с верующими людьми, представителями власти, журналистами. Для старообрядцев отдаленных приходов Сибири это редчайшая возможность увидеть своего архипастыря. Для него это все равно, что знать своих овец по имени. Ни дальние расстояния, ни изнурительные переезды и перелеты не стали препятствием в этом пути. Богослужение архиерейской Москвы соединилось духом и явью с Сибирью. Крестный путь старообрядческих святителей Сибири прочувствован стопами святителя всей Руси. Все это эпохальные события нашего времени, и хотелось бы помнить о них всегда. Это лишь первая часть повествования, охватившая не одну тысячу километров от Томской тайги до Байкала. Томск. Один из старейших приходов Сибирской епархии. Именно отсюда митрополит Андриан начал свое знакомство с общинами Сибири и Дальнего Востока. Старообрядческая церковь в Томске, единственная на всей территории от Урала до Дальнего Востока, не закрывавшаяся во времена советской власти и безбожных гонений, лишь на короткое время прерывали здесь богослужения. Этот храм памятен еще и тем, что в нем молился известный начетчик и апологет Старообрядчества Федор Ефимович Мельников. Федор Ефимович Мельников 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 Субтитры создавал DimaTorzok Иерей Вячеслав Зобнин из Миасса, Иерей Александр Вершков из Горноалтайска, Иерей Леонкий Скачков из Минусинска и Иерей Анатолий Бесштанников из села Гарь. Наверное, сейчас трудно представить себе такой праздник без крестного хода. Однако при закладке этого храма более 90 лет назад радость верующих была омрачена тем, что городские власти запретили проводить крестный ход. В официальной бумаге, полученной общиной, значилось – не позволяются шествия с облачениями служителей, с крестами и пением. Теперь же разделить стомячами радость престольного праздника съехались гости из близлежащих и отдаленных городов и сел. Приезд владыки – большое событие в сибирском приходе. Для многих прихожан это единственная возможность воочию увидеть предстоятель церкви, подойти под его благословение. У владыки даже находились свободные минуты, чтобы пообщаться с верующими, желающими обратиться к нему. После встречи с губернатором области Виктором Крессом, митрополит Андриан принял участие в пресс-конференции. Стоит отметить, что томские СМИ всегда освещают важные события в жизни старообрядческой общины города. Тоже мы предполагаем посетить святые места, в которых был некогда монастырь местный и старообрядческий. Место очень намоленное, как говорят, что достаточно там побывать, чтобы ощутить благодать, которая там присутствует до сих пор. Пользуясь случаем, что меня, наверное, услышат многие, хочу обратиться к тем потомцам, которые знают, что они имеют такие корни. Обратиться к истории и вникнуть в суть явления старообрядчества, особенностей. И вернуться к своим гражданам, пополнить нашу высокую поредевшую жизнь. На следующий день владыка Андриан, а также пыльичи и гости отправились в село Гарь, где должен был состояться крестный ход к месту существования старообрядческих скитов. С проведением крестного хода была совмещена молодежная встреча. Она была не совсем обычной, но особенно запоминающейся. Уже было много сказано слов сегодня, что перед нами стоят серьезный труд завтра, молитвенный. Для каждого из нас он должен быть осмысленный, и мы должны понимать, для чего мы сюда приехали, и что мы хотим получить от этого крестного хода, и той молитвы, которая будет совершаться. И к этому мероприятию мы решили провести молодежную встречу христиан-старообрядцев в Сибирской епархии. В ночной тишине, при потрескивании костра, слышался неторопливый рассказ владыки о прошедшем в этом году в Кирове Великорецком крестном ходе. Он звучал как бы наставлением и подготовкой к завтрашнему пути. Недаром, по впечатлению дьякона Виктора Савельева, Великорецкий крестный ход для него как будто не прерывался, и следующий день словно один из тех многих дней пути из Кирова, которые вдохновляют и дают духовную поддержку на целый год вперед. Впервые в Сибирской епархии проводится крестный ход к памятным и историческим местам старообрядчества. Более века тому назад в глуши Томской тайги были основаны скитские обители, но посуществовали они лишь несколько десятков лет. С приходом советской власти в 30-е годы прошлого столетия монастыри были разорены. Часть иноков была убита, часть бежала. Память о подвигах и страданиях за веру наших предков на вакуумовских чтениях в 2003 году было принято решение совершать крестные ходы к месту основания скитов. Монастыри явились значимым духовным центром старообрядчества. Ни один подвижник вышел из их стен на епископское служение в те нелегкие годы лишений и преследований. Не раз служили скиты надежным убежищем отгонений. Здесь в свое время скрывался Федор Ефимович Мельник. Сейчас на том месте, где когда-то стояли строения, был храм, пустая поляна. Лишь невдалеке на монастырском кладбище остались небольшие холмики, указывающие на расположение могил. Кресты давно были снесены. Только на стволах вековых сосен выдолбленные киоты говорят о том, что здесь помещались иконы. В крестном ходе, возглавленном митрополитом Андрианом, принял участие и епископ сибирской епархии Силуян. Возраст дает себе знать, сердце не справляется с технокордеей, гипертонией. Но решил поговорить с сердцем, заставить его, чтобы оно работало. Ну и дерзнул на это дело с упованием, с надеждой. На том месте, где предположительно стояла церковь, и было решено установить поклонный крест. Там, где был алтарь, выросло три дерева – кедр, ветла и береза, как бы покрыв это место от осквернения. Событие это очень важно тем, что впервые за 70 лет после уничтожения скитов здесь была отслужена панихида о тех, кто когда-то трудился и подвязался в обители. Их имена сохранил старый скитский помянник, переданный владыке Силуяну одной из насильниц этих монастырей. Ну а мы исполнили свой долг, принесли сюда крест, поставили на место, где была некогда церковь. Это скультарник, говорят, что там, где был алтарь. И Бог даст, может быть, здесь со временем будет действительно восстановленная церковь. А наша задача по силам – нести свой крест. Так как мы вот сегодня несли крест, нести его подобает каждому христианину. А если кто хочет по мне идти, то возьмет крест твой и по мне грядет. И каждому человеку Господь даст, дает крест по его силе, и нам следует его нести до скончания века, ныне и пресно, и вовремя и вовремя. Пребывание митрополита в Томской области завершено. Далее его путь лежит на юг, в Алтайский край. Миновав Новосибирск, который станет завершающим пунктом всей поездки, первым приходом Алтайской земли владыка посетил храм села Залесова и вечером того же дня прибыл в Барнаул. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Барнауле расположен в районе частного сектора. Многие годы барнаульские прихожане молятся в небольшой деревянной церкви, перестроенной из частного дома. К приезду владыки начали готовиться чуть ли не с самого утра. После обеда в храме собрались почти все прихожане. Отмолились молебен, и лишь около восьми часов вечера долгое ожидание завершилось на конец радостной встречи. На крыльце владыку с крестом встречал настоятель храма, отец Никола Думнов. Утром следующего дня владыка Андриан проехал к новостроющемуся храму, строительство которого ведется уже седьмой год. Здесь было решено отслужить водосвятный молебен по крову Пресвятой Богородицы. Впервые с приездом владыки стены будущего храма услышали церковное пение. С трудом удается общине поднимать храм. Строительство двигается медленно. Не хватает средств и стройматериалов. Для того, чтобы набрать средства, барнаульцы открыли свою пекарню, создали фонд поддержки строительства храма, а в церкви не прекращается молитва. Каждый день здесь молятся молебны. Во время освящения воды и после, когда владыка начал кропить стены, пошел мелкий моросящий дождь. Как будто в это время Господь осветил сие место свыше, с небес. Неудивительно, что во время молитвы в недостроенном храме возникает впечатление, что находишься словно в ковчеге, открытое небо над головой, поднимающееся со всех сторон стены. Храм и снаружи смотрится, как ковчег, плывущий среди волн Житейского моря. И содержащаяся Божия сила и мудрость, не преклонны и недвижиму церковь. Интересно, что под храм старообрядцам, которых всегда оттесняли в окраинные районы, отдаленные захолустные местечки, дали место на одной из значительных улиц Барнаула. В администрации, увидев проект храма, выполненный архитектором Алексеем Синельниковым, поняли, что он станет настоящим украшением города, и выделили общине большой земельный участок. Здание мне напомнило Ной в ковчег, когда Ной, вы помните, строил ковчег, зная о том, что будет наступить тяжелые времена, наступит потоп. И он призывал всех, чтобы поучаствовать в этом строительстве, однако откликнулись немногие. Но, тем не менее, он настойчиво строил, над ним смеялись, не верили. А он строил и строил. И, наконец, когда действительно достроил, произошел потоп, и он со своим семейством спасся в этом ковчеге. И вот этот храм, который является действительно ковчегом для спасения наших душ, нужно строить, потому что наступают тяжелые времена, наступает, приближается конец по всем описаниям. И поэтому нам следует активно участвовать в строительстве этого ковчега. Спасибо Христос! Дай Бог вам здоровья, силы, чтобы закончить это грандиозное строительство. И, Бог даст, мы осветим его года через два. Дорогой владыка Андриана, мы очень рады видеть вас в нашем городе. В войне нас переполняет радость за сегодняшнее богослужение, за торжественное. И я думаю, что из всех здесь предстоящих мало кто присутствовал на таком торжественном служении, богослужении. Спасибо вас, Христос! Мы надеемся, что помощи Божией и Богородице, а также вашими горячими молитвами наш храм будет строиться. И не оставляем надежды все-таки построить его. Но как Господь все воли Божьей. Некогда в дореволюционное время старообрядческая община в Барнауле имела свою каменную крестовозреженскую церковь. Затем она была отобрана, и ни одно прошение старообрядцев о возврате здания не было удовлетворено. А в конце шестидесятых церковь была взорвана, как невостребованная по назначению и мешающая строительство. Поэтому в план храмового комплекса включена вторая церковь крестовоздвижения, а также церковные мастерские, школа, богоделье. Также стенной роспись планируется исполнить по древним канонам. Такое масштабное строительство единственное на территории края. Далее путь владыки лежал на юг в небольшие алтайские приходы, где также возводятся храмы и регистрируются общины. О, Господь, ты явися нам, составите праздник. Биск. Иначе этот город называют воротами горного Алтая. Здесь, как и во многих других местах, впервые встречают первосвятителя старообрядческой церкви. Община существует здесь уже давно, но официально зарегистрирована только в 1994 году. С этого времени вынашивалась идея о строительстве храма и о постоянном священнослужителе. Многие годы службы проводились в разных домах, втайне от окружающих. В советское время отправлять богослужение в незарегистрированное религиозное общение было небезопасно. ПЕСНЯ В 80-х годах прошлого столетия одной из прихожанок бийским старообрядцам был завещан небольшой частный дом для проведения службы. И теперь на этом же участке постепенно строится храм во имя Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Строительство ведется с 1997 года. Уже готово основное помещение храма с притвором, пока что без особой внутренней отделки. Внутри церкви сооружен небольшой временный алтарь. Постоянный же алтарь бийчане планируют построить уже следующим летом. Строительство ведется крайне медленно, но исключительно собственные средства общины. Никаких спонсоров со стороны нет. Городские власти тоже никаким образом не помогают строительству. По изначальной инициативе бийчан и при помощи новосибирского архитектора Леонтия Поповского был разработан эскизный проект храма, за основу которого был взят деревянный сруб 10 на 10 метров, приобретенный общиной для строительства. К срубу были добавлены притвор с колокольней, алтарь и восьмискатная ломаная кровля, увенчанная куполом и крестом. Как и во многих местах, владыка Андриан поприветствовал прихожан, преподал благословение и ознакомился с положением дел в общине. председатель церковного совета Игорь Водяной рассказывает митрополиту Андриану о настоящей стадии хозяйственных работ. опасность размораживания. А он где будет выходить? Прямо под пол, что ли? А это уже пол? Это пол. То есть мы его облагородим, обошьем балты. Пол будет открыт. Водоку в теплый будет убериться с одной стороны от самого котла. С другой стороны вот сюда одевается вентиляционная короба и они будут выводиться по периметру. В отдельную мишу по периметру. Он будет подниматься вдоль стен за счет принудительной циркуляции и потом опускаться в храм. Храм будет теплый пол. Мы залили фундамент в пол плитвор к колокольню. Потолкарь хотели, планировали в этом году на решение до ленточины с армированного так, как здесь подливали, то есть штробились, арматуру заваривали и так будет разделено, что и в долгом эти там будут здесь единственное, что хотели, она как бы теплая. Вот этот основной кукол не будет аксел для муку. Он так растянется пребывание в Бийске было недолгим. Через несколько часов гости продолжили свой путь. Бийск с Горноалтайском соединяет знаменитый Чуйский тракт, который пролегает по живописным берегам реки Катунь. Катунь стремительная и бурная горная река, берущая свои истоки в горах Алтаев. Один из известных алтайских художников Чарос Гуркин так писал о ней. Вот она, бурливая, шумная, переливается изумрудной стрелой, плещет и играет цветами радуги. Вся она полна силы, вся движение и жизнь. Столпились по берегам ее пахучие сосны и протягивают к ней кудрявые ветви. С высоты скалы и горы смотрятся в ее кристальные воды. Она есть счастье и украшение Алтая. Некогда глухие эти места укрывали бежавших сюда от гонений староверов. В округе осталось множество сел, когда-то основанных старообрядцами. Теперь в этот край давно проникла цивилизация. По берегам Катуни расположились базы отдыха и пролегли туристические маршруты. Ази глубоко нет? Нет. Субтитры создавал DimaTorzok Благословленная на приход еще митрополитом Олимпием Потемневшие от времени, весной этого года икона обновилась Ярче стали потускневшие краски, четче выступил образ За этот день это уже третий приход, который посетил владыка Прихожане собираются здесь в небольшом молельном доме Несмотря на то, что практически все население горноалтайска Имеет старообрядческие корни, община, к сожалению, очень мала Повлияло на это и отсутствие собственного храма у постоянного священника Лишь осенью этого года на приход был назначен отец Александр Вершков Отслуживший последние пять лет в христорождественском приходе Австралийского города Сидней Теперь возникла надежда, что с появлением здесь настоятеля Начнется и возрождение духовной жизни Сюда приведут детей, придет молодежь и приход начнет подниматься Вокруг горноалтайска разбросано множество сел Значительная часть которых раньше являлась крупными старообрядческими поселениями К сожалению, сейчас лишь в некоторых из них сохранились общины Нет храмов и священников Если раньше на Алтае насчитывалось до 33 приходов То сейчас их не более 10 Далее путь Владыки лежал в Новокузнецк Вначале существовало два варианта, какой маршрут выбрать Сделать крюк в 500 километров по хорошей автотрассе через Барнаул Либо выехать из Бийска, что сокращало путь почти в два раза Но по грунтовой ухабистой дороге Окончательно был выбран второй вариант Но вот и Новокузнецк Город, лежащий в котловане между горами У храма владыку уже давно ожидают прихожане К сожалению, в общине Новокузнецка Который является самым густонаселенным городом Нет своего священника Уже более 12 лет сюда приезжает отец Геннадий из Томска Когда прихожане узнали о том, что митрополит Андриан совершает поездку по Сибири Они решили, что владыка обязательно должен побывать в их приходе Этому было две причины Одна – рассказать о своих сложностях, проблемах, о наболевшем В надежде, что владыка поможет решить некоторые из их трудностей И вторая – необходимость возобновления преемственности Ведь город, форпост освоения Сибири, был основан казаками старообрядцами Общине необходимо крепко встать на ноги, чтобы быть опорой и центром церковной жизни для малых приходов округи Община существует здесь с конца 20-х годов Когда в Новокузнецк ссылали репрессированных из Подмосковья Собирались в моленном доме Иногда приезжали и отправляли службы тайные священники По дошедшим до нас сведениям, до революции на земле зажиточного крестьянина из соседней деревни Стояла старообрядческая церковь, где служил постоянный диакон Нынешний храм во имя иконы Богородицы Всех Скорбящих Радость Был освящен всего три года назад И пока он расположен в приспособленном для этого доме Но с Божьей помощью прихожане надеются начать строительство настоящей церкви Чтобы немного ознакомить митрополита с историей города Который был основан еще в дораскольные времена, в начале 17 века Владыку пригласили посетить Кузнецкую крепость, с которой начинался город У ворот крепости митрополита Андриана встретил протеерей Александр Пиловаров Настоятель Преображенского собора, самого первого храма в Новокузнецке История Кузнецкого острога, возведенного на возвышенности над городом, тесно связана с историей старообрядчества Ныне митрополит Андриан посетил место, где более века тому назад, во времена гонений на старообрядческую церковь Несколько лет провел в заключении архиепископ Московский Савати, бывший в то время еще епископом в Сибирске Прошло столетие, старообрядцы получили свободу исповедания И вот на том же месте современные журналисты берут интервью у главы старообрядческой иерархии В здании бывшей казармы теперь музей Владыка Андриан остановился перед стендом, на котором старое фото архиепископа Савватия, а ниже фотография митрополита Олимпия Прежде, с момента основания острога, на территории крепости стояла деревянная часовня И теперь, благодаря стараниям местных прихожан, старообрядцам дано разрешение отстроить ее заново Оно просто не соответствует, потому что, когда его разрушили, взял из-за этого купец И он уже просто под тем средствам, которые не удовлетворили, он сделал просто, чтобы на архиепископа Савватия Есть очень хорошее описание, по которому мы составили проект На котором мы хотели переехать В музее также хранятся старые иконы, книги Острожской библиотеки, старославянские псалтырь и часослов Во время прогулки по крепости к митрополиту подошел представитель беспоповского согласия И задал владыке несколько интересовавших его вопросов Главный из них – вопрос об истинности белокреницкой иерархии После этого состоялась встреча митрополита с мэром города Сергеем Мартиным Глава города выразил искреннее удивление, сказав, что впервые узнал о существовании старообрядческой общины в Новокузнецке По его словам, те 11 конфессий, которые существуют в городе, постоянно напоминают о себе, просят помощи О старообрядцах же ничего не было слышно Митрополит Андриан обратился к мэру с просьбой о выделении участка под строительство храма Городской глава весьма охотно согласился помочь А на прощание пожелал местным старообрядцам почаще напоминать о себе и принимать участие в общественной жизни города Новый регион – Красноярский край Здесь владыка Андриан посетит приходы городов Красноярска и Минусинска На обширной территории Красноярского края, среди гор, в отдаленных от населенных пунктов местах Разбросано множество беспоповских поселений В этом же регионе, в еще более труднодоступной его части, живет известная всем отшельница Агафья Лыкова Кажется удивительно, что прихожане, женщины в белых платках, встречают владыку у подъезда обыкновенного пятиэтажного дома Да, к сожалению, в Красноярске нет ни церкви, ни даже отдельного здания с крестом, обозначающим, что здесь собираются на молитву Моленная располагается в обыкновенной квартире, которую община арендует уже несколько лет Здесь, как и во многих других приходах, владыку ожидали с нетерпением Большую надежду возлагали на то, что приезд митрополита поможет в решении вопроса о строительстве своего храма Во имя Владимирской иконы Божией Матери Общине уже выделили участок на берегу протоки Енисея Есть проект деревянной церкви, но строительство еще не начато, нет средств В Красноярске о старообрядческой Моленной практически никто не знает Некоторые из пришедших в общину беспоповцев говорят, что долго искали единых по духу людей И даже не подозревали о том, что в городе есть старообрядческая церковь Как верно отметил владыка Андриан, нас трудно найти Старообрядчество как будто до сих пор находится под спудом, за дверями и засовами, на окраинах городов, ютиться в приспособленных помещениях В этот же день состоялась встреча с представителями отдела по делам религий Красноярского края Владыка Андриан поднял вопрос о строительстве храма В ответ на что в администрации выразили готовность помочь и попросили предоставить проект будущей церкви Вечером в загородной резиденции митрополит Андриан встретился с мэром города и губернатором края А также местным архиереем, епископом Антонием и епископом зарубежной церкви Михаилом Бостонским По стечению обстоятельств представители трех ветвей православия оказались в Красноярске в одно и то же время На память о посещении Красноярского края владыке вручили памятную медаль, посвященную 375-летию города На следующий день, как данью праздника Успения Пресвятой Богородицы, владыка Андриан прибыл в Минусинск Митрополита встречали колокольным звоном, которым Минусинск славится на всю Сибирь К сожалению, сейчас нет звонарей, мастеров своего дела И в тех немногих сибирских приходах, где есть колокола, они зачастую молчат У входа в храм владыку ожидает настоятель, отец Леонтий Скачков, в этом году отметивший свой 70-летний юбилей Около 20 лет назад отец Леонтий, бывший священником Новозыпковской иерархии, присоединился к Старобряческой церкви Сам родом из Болгарии, он жил на Украине, служил в Грузии, а теперь уже больше 10 лет окормляет сибирские приходы городов Минусинска и Красноярска На встречу митрополита приехали также гости из соседних сел и городов Впервые в истории прихода его посещает глава церковной иерархии Храм Покрова Пресвятой Богородицы расположен в старой части города, на самой его окраине Построенный в 1976 году, он находится недалеко от того места, где стоял старый храм, уничтоженный в 30-х годах того столетия Говорят, его раскатали по бревнышку и использовали для строительства жилых домов В нем еще служил владыка Арсений, епископ Минусинский, принявший мученическую кончину Теперь он местночтенный святой В воскресенье, на отдание праздника Успения, многие прихожане впервые присутствовали на архиерейской службе, совершавшейся в их храме И, наверное, трудно понять, какой особенный и радостный был для них этот день Обширная территория Иркутско-Амурской и всего Дальнего Востока епархии простирается от Байкала до Тихого океана Это самая молодая и самая обширная епархия Старобрядческой Церкви, созданная решением Освященного Собора 1911 года Визит митрополита Андриана в Забайкалье и на Дальний Восток с точки зрения истории старобрядчества можно сравнить с тем временем, когда в 17 веке присоединялись эти земли к Руси Для христиан-старобрядцев стало реальнее и ближе Москва Та самая Рогожская Слобода, Московская Митрополия и сам Митрополит как бы сошли со страниц журнала церковь и церковного календаря Владыка ходил по здешним землям, говорил с христианами, благословлял, советовал и выслушивал пожелания Семейские, старобрядцы Забайкалья Что так отличает их от других собратьев-христиан? Откуда такие яркие цветастые костюмы, необычные головные уборы? Почему они зовутся семейские? Все это уходит корнями в далекое прошлое Еще при Екатерине II, в эти необжитые тогда и пустынные места, под конвоем переселяли целые семьи старобрядцев из Польши, Украины и Белоруссии Из стран, куда бежали они, не приняв никоновых реформ, в 17 веке разделивших русскую церковь Оттуда и привезли они с собой новый наряд, новые распевы, прочно вошедшие в их быт из культуры тех стран В один из дней пребывания владыки Андриана в Бурятии, верующие во главе со своим первосвятителем отправились на гору боги Чтобы установить крест памяти почитаемого здесь священномученика владыки Афанасия, епископа Иркутско-Амурского На том месте, перед своим арестом, владыка укрывал в пещере все церковное имущество Дело в том, что когда он это сделал, это были 30-е годы, 30-е годы, 37-е годы он был расстрелян А где-то, видимо, на кону 36-37 год он это делал, чувствовал, что уже приходит время, нужно что-то предпринимать И они здесь были неведомы никому, даже ведомы были, но так как было время ужасное, Хрущевское время было, Сталинское, Хрущевское Это все было не модно, все боялись, знали, что вот там-то, там-то, но пока не было вдохновения этого Но какими-то путями здесь, видимо, лесничий ходил, или охотник, и как-то заприметил какой-то листочек По листочку определил, что здесь руками сделано что-то Вот, и поэтому он сразу начал это работать, и вскрыл, и ахнул, что там такие-то вот ящики, такие-то там сундуки Все это все лежит, и скорее-скорее побежал докладывать, как это было модно, что вот, он какой честный Скорее его доложил, ну что ж, соответственно, приехали все, сгребли Субтитры подогнал «Симон» С иконой священномученика Афанасия, возглавляя процессию, идет правнук владыки Сегодня они, потомки святителя, два внука и правнук, прибыли сюда, чтобы почтить память своего предка, пострадавшего во времена гонений Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Афанасия «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Подъем был действительно непрост В любой момент можно было потерять равновесие Приходилось в прямом смысле карабкаться наверх, цепляясь за камни, выступы, поддерживая друг друга Впервые пещеры были обнаружены в 50-х годах, затем путь к ним был забыт Вновь найти большую пещеру удалось лишь в 2003 году, а малую годом позже, в день памяти священномученика Афанасия, 18 апреля 2004 года Правнук епископа Афанасия Вениамин Маркелович Борисов Рассказывает, что когда он впервые приехал сюда в поисках пещеры, дорогу ему указали голуби Они то садились на вершины деревьев, как бы ожидая путников, то вновь взлетали, указывая направление В 50-е годы пещеры были обнаружены одними из охотников Взору пропитанного атеизмом человека открылась дивная картина Глубокая пещера наполнена старинными книгами, утварью и иконами А были здесь и засушенные просфоры, и восковые свечи Словом, практически все, что необходимо для временного церковного служения Книги и иконы отвезли в Тарбогатай Выгрузили во дворе, где под открытым небом лежали на земле эти ценности О святем вместе всем, и же с верою и благоговением И со страхом Божиим ходящих вон Господу помолимся Господи помилуй О преосвященниче митрополите нашим Андриане Куда делись книги и иконы, точно неизвестно Одни говорят, разошлись по людям Другие, что их увезли в запасник исторического музея в Улан-Удэ Сколько же трудов положил святитель Афанасий на спасение церковного достояния И не то важно для души человеческой, что получилось в конце концов Но то важно пред Господом, что Он хотел совершить Насколько чисты были Его стремления и помыслы Насколько горяча была любовь к Богу и церкви Его В тюремном заключении Владыка Афанасий провел более полугода Была ли у Него возможность избежать ареста и смерти? Конечно, была Но Он знал, на что шел Готовился и духовно, и физически пострадать за Христа С первохристианских времен такая смерть считается высшим даром Которого мог сподобиться христианин Ибо страдавший сразу по своей мученической кончине Вселяется в Царство Небесное От владыки требовали публично признать христианское учение ложным Уже не молодого и болящего человека подвергали избиениям На допросах жгли ему бороду и усы Тушили о лицо папиросы Святитель жестойко отвечал мучившим С моим телом вы можете делать все, что хотите С душой же вам ничего не удастся сделать И в 38-м году ему подписали смертный приговор Расстрел Не хочу много говорить И слов никаких не нужно И каждый верующий в Бога И верующий и духовный Обладающий духовностью человек Прочувствует это И никаких уже слов Не будет нужно И еще конечно хочется поблагодарить Вдохновителей этого подвига И участников Прежде всего потомков Епископа Афанасия Спасибо вас Христос Я думаю, что это очень дело благое и нужное Не только нам, но и всем православным христианам Спасибо Христос Все теперь в Забайкалье идет обычным чередом Проходят богослужения Крестятся семейские старообрядцы Возрождаются общины Строятся церкви Но возгорание церковной лампады Которые мы сегодня наблюдаем на востоке России Дано Господом и по молитвам Святого священномученика Афанасия Страдавшего за Христа Пролившего кровь и отдавшего жизнь за то Чтобы новые и новые христиане Имели возможность сегодня прийти ко спасению Официальной частью визита митрополита Андриана Стала встреча с президентом республики Бурятия Леонидом Потаповым Должен отметить, что в последние годы Мы очень много делаем Для восстановления православных церквей Православных старообрядческих церквей Датсанов И считаю, что это направление работы Приносит в речи очень много Особо хотел бы отметить О поселении семейских бурятий Это первая половина 18 века Это наши районы, где компактно проживают Наши семейские Это Бичурский район Мухаршибирский район Торбогатайский район У меня сам я тоже Вот родом, я бы так сказал Со стороны матери, со стороны отца Старообрядцы Дед по матери Шкедов Фадея Вакумович Дед по линии отца Потапов Луп И Миманович Вот Прадеды Из Красночекойского района Есть такой Сежой урлок Семья у нас была большая Дверь человек Владыка Андриан Обратился к президенту С просьбой разрешить старообрядцам Использовать для богослужений Некогда принадлежавший им Никольский храм Который сейчас входит в состав Этнографического музея народов Забайкалья Также митрополит Попросил выделить для Старообрядческой общины То место Где находятся пещеры Священномученика Афанасия В 10-х годах пещеры В которых Сохранились утварь Книги И Иконы Которые Вот Сам епископ Афанасий На своем Как говорится На своих плечах Вместе с своими родственниками Братьям Туда специально уносили Чтобы сохранить Для потомков Это было Стоило очень больших трудов Потому что там Большая высота Сложный подъем Хотелось бы Чтобы этот участок Вот земли Нам выделили Чтобы мы могли Может быть В будущем Там обустроить Соответствующим образом Как-то вот Чтобы это было Тоже местом паломничества И Может быть И Монастырь там Какой-то Скит хотя бы Организовать Что-то там Можно было Проживать Нашим монахам На совете По взаимодействию С религиозными объединениями Владимир Иванович Вот эти все просьбы И Пребывание Владыки Андрея Мы Специально рассмотрели На совете По взаимодействию С религиозными объединениями Я думаю Это будет Все правильно Воспринято На прощание Владыке Андрея Подарили писаную Икону Священномученика Афанасия Андрея Возвращает Икону Священномученика Афанасия 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 «Афанасия» Афанасия ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Такого служения Забайкальская земля не видела со времен, когда в 1937 году был арестован епископ Афанасий. Сам факт служения и решение администрации музея передать в собственность церкви Святоникольский храм – это плод трехлетней работы христиан в Верхнеудинской православной старообрядческой общине города Улан-Удэ и ее настоятеля Иерея Елисея Елисеева. За три года в Бурятии появилось три церкви и две часовни, открытые места духовных подвигов епископа Афанасия и Иерея Сергия Думнова. ПЕСНЯ 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 отеческом доме, откуда они когда-то разлетелись, как птенцы из гнезда. Но Богу, видимо, было угодно сохранить это гнездо, этот семейный очаг. Здесь не просто отражен дух дореволюционной сибирской глубинки. Кажется, самые стены и вещи помнят и хранят образы и голоса обитателей этого дома. Так же, как помнит эта кроватка, маленького Маркела Борисова, который сейчас, будучи 77-летним старцем, не мог сдержать слез, глядя на нее. И сегодня здесь, в этом доме, в этом музее, в храме, пересеклись судьбы семейских старобрядцев уже давно минувших лет и дней сегодняшних. Газеты писали о том, что впервые в истории России за 350 лет, когда эти земли были присоединены к ней, глава старобрядческой церкви посетил наши края. Христиане же смогли пообщаться с первоирархом церкви, поговорить с ним так близко, чтобы понять его, полюбить, познать, что староверы Забайкалья столь же близки митрополиту, как и все другие чадо церкви. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok